А вы в курсе, что один из передовых офтальмологических центров в Краснодарском крае находится в Сочи? Новые технологии активно используются в 4-й городской больнице. Здравствуйте, это программа «В курсе» и в этой студии мы обсуждаем темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края и Сочи. 11 октября в Сочи прошло крупное мероприятие для офтальмологов Южного федерального округа. Они собрались на региональной научно-практической конференции, чтобы обсудить внедрение современных методов диагностики и лечения. Предлагаю послушать одного из организаторов форума, главного офтальмолога Министерства здравоохранения Краснодарского края Алексея Малышева. Весь спектр практически накопившихся в офтальмологии вопросов – это и катарактальная хирургия, в основном упор делается на различные современные модели искусственных хрусталиков, которые на сегодняшний день позволяют корректировать как зрение дак, так и зрение вблизь, а также некоторые модели уже стремятся к тому, чтобы обеспечить это абсолютно такое же комфортное зрение, как у человека со своим хрусталиком. Последние модели хрусталиков даже планируют выпускать на солнечных батарейках, чтобы они работали как камеры телевизионные. Но это еще не... В том числе будем обсуждать эту тему, насколько это перспективно, возможно и когда это будет. Профилактических центров в офтальмологии создавать бессмысленно. То есть, конечно, какая-то где-то чего-то профилактика возможна, но обычно это профилактика очень незначительных заболеваний. Ну, какая-то миопия, какая-то дальнозорка, какой-то спазм аккомодации. А большие поражения, ну вот откуда они берутся? Ну, где-то гены, да, генетически заложены, в определенный момент происходит какой-то прорыв в организме, какой-то сбой, и человек начинает страдать снижением зрения. Возраст. Наша категория пациентов чаще всего достаточно возрастная. То есть, по нашим понятиям, 60 лет это еще молодой, абсолютно молодой человек, да. А вот боль чаще приходится сталкиваться за 70, 80, иногда и 90. Иногда, как говорится, если повезет, если поймаем, мы столетними людьми работаем. Поэтому, ну, понятно, что у них, конечно, копятся какие-то изменения в организме, в том числе и в глаза. А глаз очень тонкая штука, поэтому, как бы, там чаще происходят прорывы. Мы всегда стараемся, чтобы пациент, который идет к нам на операцию, был очень грамотно обследован. То есть, он проходит обследование терапевта, кардиолога, если надо, эндокринолога. А он собирает все анализы, нас часто обижаются, говорят, вот вы нас заставляете сдавать анализы, зачем там, для чего. Да, для того, чтобы остались живы после нашего, извините, после попадания в стационар, после больницы, стрессов, связанных с хирургическим лечением. Мы стараемся, чтобы наши пациенты выживали, ну, и прекрасно видели. По словам Алексея Малышева, в Краснодарском крае людей с инвалидностью из-за катаракты практически нет. И это благодаря появлению современных технологий в офтальмологии. Но важно, не только оборудование оперируют в Краснодарском крае исключительно профессиональные хирурги. Это очень маленькие разрезы, да, там, миллиметр, два, иногда, ну, скажем так, десятые доли миллиметра, да, то есть, как бы, мы проникаем в глаз при помощи таких маленьких-маленьких доступов, скажем так, да. Но работаем мы там, да, чаще всего уже не с помощью обычного железа, да, скажем так, а в большинстве случаев это происходит при помощи ультразвука или лазера. То есть, вот это вот уже, как бы, то, что, ну, тоже последние где-то 10 лет, в общем, стало новым в нашей работе. Ну, и позволило достигнуть достаточно серьезных результатов. То есть, слепота, выход инвалидности на инвалидность в крае по поводу катаракты практически отсутствует. Если раньше это была основная причина инвалидности по зрению, сейчас его уже практически нет. В медицине нет гарантии, понимаете, это человеческий организм, это организм живой. Сто процентов предсказать, как он себя поведет на определенные или там неопределенные воздействия, мы не можем. Ну, никто не может, это знает только Бог, да, как бы, но мы стараемся настолько отточить нашу технологию, да, чтобы все возможные риски свести к возможному минимуму. Краснодарский край, чем замечательным, он, на самом деле, здесь одна из лучших офтальмологических служб, в каком плане? У нас представлены все варианты, ну, условно говоря, собственности. То есть, у нас есть хорошие частные клиники, у нас отличные государственные, муниципальные именно клиники, то есть. И у нас даже есть один федеральный, федерального уровня, центр, да, то есть, как бы, пациенту есть куда обратиться. Пациент практически не обязательно там где-то стоять в очереди, то есть он может привычную диагностику пройти, допустим, в частной клинике, да. Если у него выявлена какая-то серьезная проблема, понятно, что это достаточно дорогостоящее лечение, он может обратиться в государственную клинику, и там ему достаточно быстро помогут. Ну, или выбирать, да. То есть, ну, у нас есть возможность выбора, и там, и там, и там будет оказана качественная помощь. У нас очень много работало за границей, на самом деле, приобретало там опыт. Ну, в крае, наверное, таких человек 10 ведущих специалистов, которые работали за рубежом. Многие там где-то и учились, а вообще учатся где? В Москве в основном, да, как бы там, где? В Петербурге. Хорошая у нас там, ну, Москва, Петербург, как бы, большинство. Глоукому мы очень хорошо стали лечить, вот именно лазерный, прорыв лазерных технологий привел к тому, что глоукома в основном действительно, как вы говорите, оперируется без разрезов. То есть, мы воздействуем лазером через роговицу на те зоны, где происходят проблемы с оттоком внутриглазной жидкости. Большие сейчас работы ведутся для создания дренажей, так называемых. То есть, ну, глоукома что такое? Это высокое внутриглазное давление. Нам надо как-то наладить так процесс, чтобы вода из глаза хорошо и постоянно оттекала. Для этого недостаточно иногда даже вот этих лазерных операций. Для этого надо делать какую-то дренажную систему. Делаются такие дренажи, которые позволяют вот этот постоянный отток наладить из глаза и спасти человека от необратимой слепоты. Глоукома чем опасна? То есть, глоукома – это заболевание, которое, если человек теряет зрение, оно уже не вернется. В отличие от катаракты, да, где мы прооперировали, все может отыграться практически в 100% норму. Глоукома – это более опасная заболевание. Ну, вот три таких основных направления, да, вот мы посчитали. Это катарактальная хирургия, да, где мы создаем новые хрусталики искусственные. Это патология сетчатки, где мы спасаем человека от слепоты, внезапно возникшей зачастую, которую он не ожидал. И хирургия, и глоукома, где тоже, мы достаточно серьезно добились успехов. В 4-й горбольнице Сочи была успешно протестирована одна из новейших технологий. Это применение в хирургии стекловидной сетчатки и стекловидного тела, которое соединяет глаз с головным мозгом. Благодаря современному 3D-оборудованию проведение такой сложной операции стало не только возможным, но и способным вернуть зрение практически ослепшим пациентам. Это прорывная технология, технология работы с сетчаткой, со стекловидным телом, то есть уже непосредственно с тем, что является в глазу продолжением головного мозга. Им удалось оборудоваться и начать эту хирургию, то есть помогать людям, которые совсем недавно в прошлом считались полностью и необратимо ослепшими. То есть теперь у них появилась возможность и им вернуть, дать какое-то зрение. Замечательная операция, им даже предоставили оборудование, они сделали операции с помощью телевизионных систем, то есть когда непосредственно хирург не пользуется микроскопом, а смотрит на монитор, что раньше в актермологии не использовалось никогда. И это тоже своего рода прорывные технологии, так что они молодцы. Актермология Сочи, она в общем превосходит по качеству почти все другие направления медицины, которые здесь представлены. А в Краснодаре? В Краснодаре, безусловно, да, тоже это есть. Но я могу сказать, что и в Краснодаре есть, это не так давно. То есть если наша актермология, как мы говорим, насчитывает 120 лет, то эти технологии известны где-то в течение только последних 10 лет. Поэтому это очень интересно и перспективно. Местная администрация очень поддерживает офтальмологов. Это далеко не везде в Краснодарском крае происходит. То есть таких районов можно пересчитать на пальцах одной руки. Ну это прежде всего Краснодар, да, как краевая больница. Это Новороссийск, это Ленинградская станица, как ни странно, да, то есть там очень хорошо поставлена тоже офтальмологическая служба. Ну и можно сказать на втором месте после краевой больницы, на втором месте после Краснодара, это вот четвертая горбольница Сочи. Хочется больше оборудования, хочется, чтобы нам больше покупали расходных материалов. Хочется, хочется. Почему хочется? Не потому что хочется, а потому что это надо, это нужно пациентам, это нужно как бы всем людям. Ну, в принципе, еще раз говорю, что в общем-то последние годы администрации как-то стали понимать, что надо бороться не только там, допустим, за продолжительность жизни, но и за ее качество. Нашей съемочной группе удалось стать свидетелями первой операции. Предлагаю посмотреть сюжет. У хирурга-офтальмолога проблем со зрением нет. Это 3D-очки. 3D-оборудование в городскую больницу номер 4 прибыло на апробацию. Такая практика распространена. Фирма-производитель предлагает врачам испытать оборудование в деле. Сегодня первая операция. Оперируют катаракту. Я думаю, что хорошая аппаратура, пройдет операция нормально, все. Я доверяю врачу. Нужна и важна ли 3D-визуализация во время операции, пациентам понять сложно. Они привыкли доверять не технике, а врачам. И тем не менее, эта аппаратура для офтальмологических вмешательств не просто хорошая, а суперсовременная. С помощью таких технологий работают лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Безусловно, это очень хороший помощник в хирургии. Как для начинающего хирурга, так и для хирурга-профессионала. И плюс еще заключается в том, что все сотрудники операционной могут видеть, особенно операционная сестра. Благодаря 3D-технологиям хирургу незачем смотреть в окуляр микроскопа. Изображение с помощью видеокамер передается на монитор. Во время передачи изображения с камеры на монитор происходит оцифровка изображения. То есть те моменты, которые раньше в окулярах были недоступны глазу человека, глазу хирурга, теперь на экране с помощью оцифровки вот эти мелкие детали, особенно на хирургии сетчатки, могут быть доступны. На следующей неделе на этом оборудовании у нас планируется мастер-класс. Приедет краевой специалист. Мы будем оперировать на сетчатке. И вот 3D-технология, она как раз в большей степени для заднего отрезка, для хирургии сетчатки. Как известно, она составляет четверть миллиметра всего лишь толщину. И вот эти технологии все рассчитаны для того, чтобы максимально безопасно на ней оперировать. Первая операция в 3D-режиме прошла с успехом. Довольны и врач, и пациент. Итоги тестирования будут подробно рассмотрены в Краевом Минздраве. К сожалению, такое оборудование есть не во всех больницах Южного федерального округа. И проблема оснащенности учреждений здравоохранения стоит на первом месте у многих офтальмологов. Что касается Краснодарского края, то только в третьей городской больнице Краснодара в год проводится около 2000 операций, где применяются новые разработки. Предлагаю послушать заведующего отделением Владимира Кириченко. Сейчас в катарактальной хирургии мы двигаемся в направлении малых разрезов. Это разрезы около 2-2 мм. Также большие тенденции в разработке и в правильной имплантации интерокулярных линз. То есть в правильном расчете интерокулярной линзы. Чтобы наши пациенты в послеоперационном периоде попадали в рефракцию цели. То есть так называемую рефракцию эмитропов. Видели без очков и вдаль, ну и возможно вблизь. Потому что на данный момент существует достаточно огромное количество интерокулярных линз, которые позволяют улучшить зрение настолько, что пациенты видят без очков и вдаль и вблизь. Это так называемые мультифокальные линзы. Также большие разработки идут в области астигматизма. То есть если пациент к нам приходит с катарактой, со астигматизмом, мы также можем одномоментно это исправить, поставив искусственный хрусталик, тарический так называемый. И пациент также будет обходиться без каких-то цилиндрических очков. Операции достаточно много проводится. В год это, наверное, в районе 2000 операций по катаракте. И, конечно, результаты, как правило, хорошие. Длительной госпитализации эти пациенты не нуждаются. Это хирургия практически одного дня. Но с учетом того, что мы городская больница, и у нас достаточно возрастные пациенты оперируются, мы не спешим их выписывать и предоставляем им койку. Они находятся в районе двух-трех дней у нас. За последнее время очень много интересных случаев произошло. Это такие возрастные пациенты, возраст которых приближался к 100 годам. То есть был пациент, у нас было ему 96 лет, 98 лет. И эти пациенты также видят после операции. Что касается каких-то неудачек, безусловно, в хирургии они есть. Но тут больше и важно понимать, что это не какие-то наши ошибки и полученные интероперационные осложнения. Как вы понимаете, катаракты – это одна из структур глаза. Оперируя катаракт, мы часто сталкиваемся с такой проблемой, как глаукома, дистрофия сетчатки. Ее невозможно диагностировать до операции, потому что хрусталик мутный. И так же, как и пациенту не видно до операции, так же и нам не видно, что творится у него внутри глаза. К сожалению, когда мы оперируем, мы ставим искусственный хрусталик, мы можем увидеть патологию на глазном дне. Именно эта патология и не позволяет пациенту видеть после операции. Разработки очень многие ведутся. И вот недавно на конференции в Париже был представлен робот, который мы все были заинтригованы, как только попали на выставку, что появился робот, который оперирует катарактой. Но, к сожалению, это не совсем так. Робот действительно делает какие-то этапы операции. Полностью, к сожалению или к счастью, человека сейчас заменить еще пока невозможно. Автальмология очень бурно развивается. И каждый год что-то появляется новое. Действительно, за этим всем нужно успевать. И сказать, что у нас что-то максимально устарело, так нельзя говорить. Но, безусловно, каждый год что-то докупается, что-то появляется на рынке. И это все невозможно ежегодно внедрить. Конечно, происходит какая-то смена оборудования по истечению лет. Но гнаться за этими технологиями, безусловно, нужно. Но часто мы просто, не только мы, центральные клиники не успевают за этим. Отмечу, что заболевания глаз в последнее время распространены не только среди людей старшего поколения, но и у детей. Как максимально защитить себя от недугов и какие профилактические меры необходимы принимать, на этот вопрос ответил главный офтальмолог Краснодарского края Алексей Малышев. Здоровый образ жизни – это всегда прекрасно. Надо кушать витамины, да, там это все понятно, да, овощи, фрукты. Слава богу, этого на Кубани достаточно, да, в том числе и рыбных продуктов у нас достаточно, и многие их едят. Это все полезно для глаз. Но сейчас главный бич – бич. Это, конечно, компьютерная, это современная техника, особенно в виде смартфонов. То есть, конечно, маленький экранчик, большая нагрузка на глаза, и глаза начинают сдавать. Количество детей, которые страдают плазными заболеваниями, выросло крайне значительно. То есть, если сравнивать это с 70-ми годами, где дети просто читали нормальные книги. Поэтому это, конечно, бич, и что с этим делать, пока совершенно непонятно. Не запретишь же, да, как бы всем пользоваться гаджетами, да, и это проблема. У нас прекрасные центры. Я же говорю, и в Сочи, и в Ленинградской, и в Новороссийской, и тем более в Краснодаре. Не надо ждать, пока кто-то к вам приедет. Тут ехать-то не так далеко, это ж не полземного шара объехать, да. Вот человек, страдающий определенными глазными заболеваниями, вот сетчаткой, да, той же глоукомой, он должен знать, что раз в полгода он должен посетить там своего офтальмолога. Приехать, пройти обследование. На основании этих обследований врач несет коррекцию в лечении, и тогда у него шансы потерять зрение практически приближаются к нулю. Система оптик сейчас развилась, это все-таки бизнес во многом, да, поэтому как бы их очень много, и там сидят обычно врачи-оптальмологи, которые обеспечивают подбор очков, а сама методика производства линз, она очень качественная, то есть именно если это хорошая нормальная оптика. Поэтому обращайтесь именно в оптики, а не на базары, и там, я думаю, у вас все будет классно подобрано. Это мы уже ушли в рефракционные проблемы, там тоже есть определенная хирургия, рефракционная, но надо понимать, что самое безопасное, это то, что находится подальше от глаз, и оно где-то их защищает. Вот очки, во-первых, защищают глаза от проникновения народных тел, да, вот полетел осколок, ударился стекло, отлетел, и человек спокойно ходит. Если очков нет, он вполне может удариться по глазу, пробить его, и человек заработает большие проблемы. Второе, что очки не касаются глазного яблока, да, они находятся на каком-то расстоянии, то есть не попадают микробы, не наносится дополнительная механическая травма, а линзы контактные, все-таки они имеют эти недостатки. Ну и самое, конечно, рискованное, это хирургия всегда. Хотя результаты косметических вот этих рефракционных операций сейчас очень неплохие, процент осложнений очень-очень-очень-очень маленький, но он есть. И всегда надо об этом помнить. То есть самая рискованная – это хирургия. Если у вас нормальные глаза, нормальная роговица, нет особых проблем, и нужно там пользоваться очками или контактными линзами, только всего, надо очень-очень серьезно 10-15-20 раз подумать, а надо ли вам практически здоровый орган резать. До 40% населения планеты страдают аллергическими заболеваниями глаз. Наиболее распространен конъюнктивит, причем у пятой части пациентов он круглогодичный. Причина конъюнктивита кроется в бытовых аллергенах, пыли, клеще или грибке, в отдельных случаях из-за повышенной чувствительности к пищевым продуктам, средствам бытовой химии, корму для рыб, пыльцей, растений или лекарственным препаратам. Кстати, и в производстве лекарств наш регион не отстает. Так, например, для производства некоторых препаратов применяется компонент ликопин, и его поставляет Краснодарский край. Но главное помнить, что несмотря на появление множества новых лекарств, без исследований и комплексного лечения не обойтись. Сегодня Краснодарский край занимает третье место после Москвы и Петербурга по уровню оказания офтальмологической помощи, поэтому смело обращайтесь за консультациями к врачам и будьте здоровы! Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет Краснодарский край. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин